В Донецком республиканском академическом театре «Кукол» состоялась премьера грузинской сказки «Полтары горсти» по пьесе Нелли Осиповой. Это история о том, как добрый ягненок, преодолев страх, пустился в самостоятельное путешествие в поисках соли, которая была необходима его маме для выздоровления. Сказка готовит маленького зрителя к тому, что в жизни есть добро и зло, радости – горе, и что человек должен уметь бороться со злом и делиться радостью. Интересный, увлекательный он для деток? Я не знаю, сейчас вот проверим. Потому что я, конечно, надеюсь на то, что это будет интересно, что это будет увлекательно, это будет познавательно, это будет поучительно. Мы имеем на это большую надежду, но как получится, это никто не знает. На зрителей какого возраста он рассчитан? Это, в общем-то, садиковский возраст, но школьники тоже здесь могут подчеркнуть какие-то моменты. Вы сегодня кого будете играть? Я буду играть рассказчика, петуха, волка, еще и маленькая роль корольчонка тоже. Интересный будет спектакль, веселый? Я думаю, да, будет познавательный больше для детей спектакль, потому что вот все-таки заложено для ребенка много чего. Ребенок может перенять и понять для жизни из этого спектакля. Действие разворачивается вокруг юрты, из которой выходит пастух. Он-то и рассказывает сказку о маленьком ягненке. Здравствуйте! Вы, наверное, уже догадались, что я пастух. Нас в горах все пастухи носят. Такие бурки, папахи. У каждого есть вот такой пост. Не раскрывая все интриги спектакля, хочется заметить, что сказка действительно поучительная. Ребенок, ассоциируя себя с главным героем, понимает, как выходить из разных жизненных ситуаций и уже преодолевает препятствия не с волнением, а с юмором. И в конечном итоге все складывается наилучшим образом. Выцеление было очень интересным, особенно был интересный петух. А какой тебе момент запомнил? Ну, там, где он разные слова повторял. А ты помнишь, какое задание давала ягненку мама? Да, принести полторы гостей соли. А ты запомнила, как путешествовал козленок? Кого он видел? Он видел свинью, потом волка, лису, зайца и все. А тебе кто больше всех запомнился? Мне больше запомнился волк. Понравилась тебе сказка? Очень. А что тебе запомнило? Мне запомнился больше всего обогащик, который выполнял задание мамы. А ты помнишь, какое было задание у него? Достать горсть соли из деревни. Получилось у него? Да. Расскажи, ты помнишь, как сказка называлась? Да. Как? А кто был главный герой сказки? Ягненок. Кого ягненок видел в дороге? Ну, севинку, петушка, волка, а еще севинку, лисичку. А тебе кто больше всех понравился? Ягненок. Донецкий кукольный театр открывает свои двери для всех ребят, которые еще не знают об увлекательных приключениях ягненка. Кристина Крымова, Станислав Мухин, Новороссия ТВ. Продолжение следует...